Дорогие друзья, приветствуем всех-всех радиослушателей в нашей небольшой, уютной, импровизированной студии программы Fogame On Air. Несменные ведущие, как обычно, я Люк и Засасу. Леся, привет! Привет-привет! Что хорошего скажешь? Да чего хорошего? Погода хорошая, настроение хорошее. Расскажу вам сегодня небольшую историю касаемо нашей темы, но это немножечко позже. А пока представь наших гостей. Представь, представь, сори. Хотел представить, а тут что-то пиликнуло у меня, вот, и сбило меня вообще с толку. В общем, тема сегодняшнего нашего эфира — это ролеплей, ролеплей в ММО-играх. И в частности, мы сегодня поговорим о ролеплее в игре Lineage 2. И в гостях у нас сегодня Сарториус. Кирилл, привет! Да, добрый день, добрый день всем. Добрый вечер. И Лисинияна, привет! Привет! Добрый вечер! Привет, привет! Стоит отметить, что Яну мы сегодня просто вырвали, так сказать, долго-долго прошел прийти на эфир, потому что у Яны сегодня день рождения. Но я пообещал поздравить ее прям в прямом эфире. Конечно, мы все присоединяемся к поздравлениям. Да-да, ты хотела что-то сказать, давай. Я хотела сказать, спасибо. А, нет, я Кирилл думала, он как-то там речь заготовил. Но я хотела вот тебе просто пожелать, чтобы в твоей жизни была не только красная икра, но и черная икра, и много-много черного, черное море, что у нас все, черный лимузин. И вот-вот, все-все в этом плане. Поздравляем! Ура! Ура-ура! Что за нерадостный цвет такой? И какой-нибудь черный негр, за который за все это плакет, да? Да-да-да. Почему бы и нет? Покметрового ороста такой. Я бы тоже, может быть, не отказалась. Отлично. Ребят, давайте, у нас тут есть куча вопросов, собственно, мы сейчас к ним перейдем. Но перед этим хотелось бы узнать, кто вы, что вы вообще, потому что перечислено в анонсе ваши, так сказать, регалии, но я так все-все не запомнил. Давайте начнем с Арториуса, Кирилл. Да, значит, ну, во-первых, меня зовут Кирилл, мой никнейм это Сарториус, в прошлом Артидос. Я один из основателей клана Орден Дейтвин и клана Свардберг, братства Свардберг. Я, скажем так, роллплею с 2006 года, с далекого-далекого Фришарда, вот практически по сегодняшний день, с достаточно большим, правда, перерывом. А ранее это моя, буквально-таки, ближайшая соратница по Свардберг. Ой, такие слова интересные. Сейчас есть больше, сейчас будем расшифровывать. Ну, и тот же вопрос к Яне, который, между прочим, в какой-то степени наша коллега, модератор, фагейн. А, да-да-да, модератор, коллега. Да, меня зовут Яна, на форуме мой ник Лисини в игре, значит, мой персонаж зовут Рани. Значит, в игре я вообще играю очень давно, где-то знаю, что это Хроник, с троллиплеем познакомилась. Вот, наверное, когда СТОС у нас открылся, и мы все там скопом обсуждали, куда пойдут РПшники, на какой серы. Мне стало это интересно, в общем, все. И я потихонечку-потихонечку подгребла к этой теме, и, ну, мне понравилось. Я пришла в первый клан Старта, это Дейдвин, как раз в тот момент, когда Старт уже уходил, и у него был перерыв. А потом он вернулся, и я к нему под крылышко, естественно, сбежала от Свардер. Да, Старт мой, мой мэтр, так сказать, мой наставник в этом смысле, поэтому я за ним, хвостиком, по всем кланам. Да, и, значит, я еще модератор, значит, РП раздела на форуме, где-то модератор уже, наверное, может, будет Кутара. Да, больше, как я. Дорогие друзья, приносим свои глубочайшие извинения, особенно тот человек, который занимается у нас бродкастингом, вывалился, у него интернет, в окошко куда-то. Вот, но все уже хорошо, все подключили, и мы продолжаем. Напомню, что наша тема сегодня ролеплея в ММО-играх, в частности, в Lineage 2. Да, и, собственно, то, что мы упустили немножко такой момент, вы можете присылать вопросы нам, точнее, не нам, а нашим гостям, на наши скайпы, скайп Люкки 27 и под нижнее подчеркивание БОГа. Ну что, мы продолжаем. Олеся, давай вопрос. Да, я вот хотела обратиться к девушке, к нашей. Слушай, скажи, пожалуйста, как ты начинала вообще играть? Ты изначально пришла в игру как реплейщик или все-таки, ну, сначала просто поиграла-поиграла, и потом посмотрела, что вот такая тема интересная есть. Я просто слушала рассказ, не с вами поняла. Старый вариант, да. То есть, значит, я играла, ну, пришла как просто игрок, ну, каких-то достигла там результатов, и мне стало интересно попробовать что-то еще. Ну, поскольку я человек творческий, у меня ролеплейка достаточно интересная тема, и поэтому я потихонечку-потихонечку начала, увлеклась, ну, а потом, что самое ценное, там люди очень интересные вокруг, очень необычные, тоже творческие, им интересно. Хорошо, а вот можно так вкратце, и вот даже лично для меня, потому что для меня это такая тема, не совсем понятная. Вот что такое РП, как это выглядит вообще так? Я думаю, это вопрос, надо Кириллу переадресовать. Давайте. Ну, давайте мне переадресуем. Переадресовываем. Вот, в основном, те игроки, ролеплейщики, или там, ролеплейщики, как они себя называют, они кратко называют вот это вот само явление РП. Само явление, оно появилось, на самом деле, задолго до многопользовательских игр, и в одном случае представляло из себя настольные игры с бросанием костей, а в другом выезд любителей фэнтези-книжек на природу, с некой такой театрализованной постановкой сюжета самой книжки. Но это, на самом деле, не то, о чем мы сегодня говорим. Это РП, скажем так, в реале, в реальном мире. Мы говорим о РП в мой РПГ. Это важное отличие, поскольку современный РП в мой РПГ, насколько я его, во всяком случае, знаю, очень отдаленно напоминает своих предшественников. Вот. А РП в мой РПГ, прежде всего, представляет из себя поведение персонажа в игре сообразно той роли, которую выбрал себе играющий этим персонажем. Вот. То есть, если как бы обобщить, то роль включает в себя прошлые персонажи, его позицию в социальной лестнице, например, кто он там, глава разведслужбы темных кланов, темных эльфов там, или, я не знаю, простой заблудыга с дороги. Ну и, соответственно, отношение персонажа к общепринятым ценностям тоже включается в роль. То есть, кто он там, ловелас, он там испытывает какую-то ненависть к оркам, к эльфам, там еще кому-нибудь. Все это часть роли, через призму которой человек за экраном общается с другими персонажами. Для постороннего это выглядит, как светлый эльф общается, допустим, высокомерно, с некоторым презрением к другим расам. Гном во всем пытается найти какую-то выгоду, заработать лишнюю адену. А орк общается... Пусть меня орки не будут бить. Общается коряво и всегда пытается вместо дипломатии применить грубую силу. Это очень необобщенный пример, но в целом выглядит именно так. Вот это вот и есть РП. То есть, человек за экраном, через призму своей роли смотрит на окружающий его мир, в данном случае, Lineage. А вот роли эти, кто выбирает? Сам человек или, может быть, ему назначают? Ты сегодня будешь... Не сегодня, да? Ты, в принципе, будешь гномом. И вот он отыгрывает эту роль. Как? Ну, вообще, конечно же, сам человек выбирает ту роль, которая ему интересна. То есть, вот, например, мне в первый раз... То есть, у меня было две роли главных. Это Артидос, мой предыдущий персонаж, и Сарториус, вот тот, как бы, который мне сейчас на данный момент импонирует. Артидос был такой беспринципный храмовник. Он, с одной стороны, был очень положительный, он прикрывался какими-то там положительными общими идеалами, типа, там, надо строить разумное, доброе и вечное, а с другой стороны, был очень коварным. Он стремился всех поссорить, всех убить и захватить полностью власть, там, я не знаю, над РП-ареной конкретного сервера. То есть, есть и такое еще понятие среди ролевиков. А Сарториус, он другой. Он такой больше на показ хитрый, такой больше такой неприятный какой-то, а в душе добрый. Вот такие вот у меня были два персонажа. Ну а скажи, вот интересно, ты описал сейчас двух довольно разных персонажей, да? А как-то твоя личность на этом отражается? Или ты вот, вот сейчас такой персонаж, да, потом будет какой-то абсолютно другой, и с тобой это вообще никак не связано конкретно с тобой? Ну, как вы видите, эти два персонажа пересекаются интересом к интригам. Скорее всего, это какая-то часть меня, которая выражается вот в сетевых играх, и которую я, к сожалению, не имею возможности реализовать просто в реальной жизни. То есть, да, конечно, разумеется, каждый персонаж, в него я вкладывал какую-то частичку себя, добрую, там, недобрую, какую-то там страстишку, может быть, я туда вкладывал, но так или иначе, ими обоими было управлять очень приятно, очень интересно, и я не испытывал никаких трудностей при переходе от одного персонажа к другому персонажу. А ты ими одновременно играл? Нет, конечно, Артидос, с Артидосом я играл с 2006 года по 2008 или 2009 год, не помню, а потом, в связи с некими обстоятельствами личного характера, я был вынужден создать нового персонажа, и вот этот вот новый персонаж как раз Сарториус, которым я играл до, скажем так, последнего времени. А это кто у нас, раса какая? Первый это был человек, Артидос который, стрелок, по-моему, изначально, а Сарториус это тёмный эльф, как же он там называется, ну который хурикенами бросается. Ой, понятно. Ну, тёмный эльф маг. А, маг. Да, скелхоллер, да. Вот, собственно, вот ими как раз я и играл. Отлично. Кирилл, нам можешь рассказать нам, как бы, вот, историю в целом, точнее, не в целом, а с чего всё начиналось у тебя, да? Вот, в анонсе мы писали про кланы, что ты стоял у истоков. Поподробнее немножко, вот, о начале всего этого. О начале конкретно этих кланов, или о начале того, как я вообще приобщился к РП и так далее? Ну, я так понимаю, это связанные вещи, разве нет? Ну, в общем-то, да, в общем-то, связанные. Где-то в 2006 году я пришёл на один фрешард, для того, чтобы просто, ну, посмотреть, что такое Lineage, вообще посмотреть, что такое сетевые игры, ещё самому себе доказать, что меня это не зацепит, а всех, кого это зацепляет, какие-то там слабые люди. Нет, очень сильно зацепило, вплоть до 2009, по-моему, 2010 года, то есть 4 года я играл практически безвылазно, было очень интересно, я об этом времени не жалею. Так вот, где-то в конце 2006 года я создал Орден Дейтвин. На этом фрешарде была достаточно мощная ролевая организация, она называлась Империя Света, но о чём мы ещё будем говорить, там были одни нюхатели цветочков, скажем так, то есть те люди, которые больше уделяли внимание именно какому-то театрализованному обставлению каких-то своих действий. Мне это очень не нравилось. У них были вполне конкретные противники в виде очень сильных кланов орков, с которыми мне хотелось лично, мне хотелось побороться, но вот сама вот эта вот организация Империя Света, она почему-то этого не хотела. Там был такой император, там все дела, красивый, но такой, я не знаю, ну то есть он слабый, безвольный был. И поэтому я от них откололся и создал свой собственный Орден Дейтвин. Поначалу я там состоял один практически, ну там ещё с одной моей знакомой. Вот, а потом от этой Империи Света начали откалываться люди, которым тоже хотелось как-то боево повзаимодействовать с вот этими самыми орками, и ещё там тёмные эльфы образовались, тогда было модно создавать монорасовые кланы, ну монорасовые кланы в целом, то есть тёмных эльфов, светлых эльфов. Вот, мы быстро наращивали мышечную массу, быстро принимали большое количество людей, потому что у нас были вполне конкретные цели, причём эти цели не вставали в разрез с самой игрой, то есть игра-то боевая, вот, они не вставали в разрез с самой игрой, и поэтому клан быстро рос, причём очень быстро, как-то там внезапно оказалось, по-моему, под 40 человек, для того времени, для меня это, во всяком случае, было очень интересно, очень-то как-то неожиданно, свалилась власть с большой буквы В, вот, и мы начали очень-очень такую интересную для нас игру, то есть там была политика, интриги, шпионаж, мы внедряли своих шпионов в стан врага, и он докладывал, где они там, допустим, качаются, куда они идут, что они планируют, а так как у нас с противниками были те же самые рпшники, они устраивали какие-то там ритуалы, какие-то жертвоприношения, например, орки там периодически убивали светлых эльфов, я не помню уж там где, по-моему, на землях как раз вот этих вот орков, мы однажды прибежали туда, всех поубивали, освободили светлого эльфа, это, естественно, был чей-то твинг, он обалдел и на нас такой смотрел, типа, что это вы нам сорвали весь, как это называется, эвент, вот, но потом, конечно, всем очень понравилось, и из вот таких вот маленьких столкновений это все превратило в достаточно большую войну, причем она именно велась не за каких, ну там, не за Адену, она велась не за обладание нацпотами, она велась именно потому, что у нас были разные идеологии, то есть это была именно война идеологии, это было очень интересно, это вызывало бурные вот драмы, бурные драмы это вызывало, это было все очень прямо, очень-очень интересно. Кирилл, вот можно пока, у меня как раз вопрос от слушателей, как вообще происходит ПВП, вот именно в РП, да? Я так понимаю, что сервер-то один, у нас здесь есть и просто воители, обычные кланы, есть РПшники, вот допустим, вы на споте качаетесь, вас же могут просто не РПшники, просто могут за ПВПшить, так скажем, да? Вот как вообще это, как вы отыгрываете роль в этом, или просто защищаетесь? Ну, к этому есть несколько подходов, вот за время моего, скажем так, ну за весь мой ролевой опыт, некоторые кланы выработали разные концепции, вот этого, ну то есть вы понимаете, что, как бы, человек, погруженный вот в эту вот ролевую атмосферу, так или иначе должен иметь какое-то объяснение противостояния с теми людьми, которые в эту сферу, в это РП движение не входят. Вот одно из них, ну, например, там, я не знаю, мы какие-то колонисты пришли, начали там осваивать какой-то континент, а внезапно на нас набрасываются местные индейцы, которые не желают, например, принять наш образ жизни, нашу веру, и поэтому мы должны их убивать, почему бы и нет. То есть вы придумываете им какие-то причины их нападения на вас, да? Да. Вы сами это придумываете? Они вообще в курсе об этих причинах, да, или им все равно? А вы понимаете, нам как, во-первых, какая нам разница, что они по этому поводу думают? Для них это одна игра, для нас это игра в игре, как бы, получается. То есть мы совершенно не против, что они совершенно там, я не знаю, там, мы теряться, там, в шаут, там, угрожают вырвать нам ноги, там, что угодно, вот. Но мы это воспринимаем все именно как, ну, часть, элемент своей собственной игры. Нам совершенно все равно, еще раз говорю, что они о нас думают. Мы думаем о них вот так. Это входит в нашу концепцию, это не разрушает вот этот вот, как бы, созданный внутри мира мирок, и нам очень интересно и очень приятно. Некоторые на сервере Айрин придумали, что все вокруг безумцы, например. Это как раз тот сервер, на котором я играла и который я модерирую. Слушай, хорошо. А вот интересно, как остальные относятся к РПшникам вообще? Они как-то вот вас задевают, может быть, знаешь, как изгоев каких-то, может быть, воспринимают, или наоборот, им тоже интересно, они иногда вам подыгрывают. Как это происходит? Есть разные люди, есть, начнем с самых интересных. Это те, которые нас, которые нас ненавидят. Вот, они считают, что мы там непонятно, что здесь делаем в Лайн-Эйдж, мы непонятно вообще, зачем все это усложняем. Ну, господи, ради бога, каждый человек имеет право на собственное мнение, приходи, попробуй нас убить. Чаще всего в РП-кланах тоже существует, существует такое понятие, как задрот. То есть человек, который много качается, у которого хорошее обмандирование, который может себе позволить купить его во всех смыслах. И поэтому, нарвавшись обычно вот на таких РПшников, у тех людей, которые там говорят, фу, РПшники нифига не умеют там качаться, они всегда входят в НГ и так далее, у них очень сильно трансформируется это мнение, поскольку там, я не знаю, маг 80-го уровня, способный там положить двух, трех, четырех человек, это достаточно серьезная сила, и у них представление трансформируется. Вот. Есть люди, которые относятся к... Ну, есть и есть, нет и нет, ну, про них я ничего не буду говорить, а есть действительно люди, которым все это нравится, которым все это интересно, и они начинают нам подыгрывать, да, действительно там переходят на высокий слог, начинают там говорить там вот, там расспрашивать как, чего, где, как у вас все это происходит, вот с такими всегда интересно общаться, есть очень высокая вероятность переманить их в себе. Да, согласна. А вот давай все-таки перейдем к Лисине. Да. И тот же самый вопрос, а как начинала, кем и почему? Вот так тоже, ну, не так коротенько, но еще короче, наверное, чем Кирилл. Сможешь? Да, конечно, мой персонаж без смены, это Кмаэль, то есть она сейчас уже, по-моему, 84-я, что ли, у меня тоже перерыв сейчас небольшой в игре, потому что работы много сейчас говорилось, вот, и персонаж создан был с самого начала, значит, и когда я для себя определилась, что мне это интересно, и, значит, я пришла в Безвин, вот, есть такое понятие, еще момент Кирилл пустил, по поводу выбора роли, то есть есть такое понятие среди рпшников Квента, то есть каждый игрок, что ли, описывает, ну, некую историю, некую легенду, в которую вкладывает и характер персонажа, и какие-то истории его жизни, и какие-то такие моменты очень важные, и вот эта Квента, она, ну, немножко такого литературного, что ли, изложения, то есть она по этой Квенте принимается, ну, это, считай, это обязательный пункт для приема в клан РП, то есть вот такое написание Квенты, ну, она может быть разного объема, но исходя из этой Квенты, ты понимаешь, что это за персонаж, какой у него характер, какие у него там, какие-то моменты, и ты понимаешь, как человек, там, игрок, как персонаж, взаимодействовать с тобой, ну, вот, и это тоже интересный очень момент, и человек это пишет сам, то есть Квент вот здесь. Так, а у тебя какой характер у персонажа? Ой, она у меня, ну, она у меня очень разная. Ну, в общем, девочка вредная, да, как положено девочке. Она, да, она такая, немножко порочная, чуть-чуть. Это интересно. Как к моей. Чуть-чуть, угу. Да, но в то же время у нее такая, все-таки добрая такая, очень глубоко внутри душа, но поскольку она диверсант, как понимаете, многое сабличие, профессии обязывают, вот, коварная малость. Вот, и очень... Ты можешь сказать, что это вот все-таки, наверное, часть тебя, да, которая бы ты хотела быть в жизни, но по каким-то причинам ты другой человек немножко, либо ведешь себя по-другому, а вот это вот так, как ты бы хотела в идеале себя вести. Можно так сказать? Ну, я, наверное, не знаю. Наверное, все-таки Кирилл прав, что какой-то кусочек меня в ней разумеет, и часть моего характера в ней присутствует. Скорее всего, эта часть, возможно, вот эта какая-то мягкость, какая-то нежность, какая-то, ну, какая-то дружелюбность, может быть, какие-то... А порочность нет? А вот это, да, это то, что я не могу, допустим, себе, ну, поболить, скажем там, и могу поиграть в это, могу это реализовать в игре, ну, то есть, и для этого можно оставать. Коварство какое-то, какое-то, значит, ну, да, это, мне кажется, это очень интересно, и без этого персонаж был бы не так вот интересен, да, остальным, и в общении с ним. Кирилл, а вот мне интересно, вот я Кириллу Люк, который спрашивает. Я смотрю, тебя заинтересовало, а ты меня задвинул. Ты знаешь, правда, вот не поверишь. У меня вопрос такой, вот ты считаешь, каким, кем бы ты мог быть, вот, какого персонажа ты бы мог взять, и какими бы чертами характера смог наделить его? Ты знаешь, это сложный для меня вопрос, потому что для меня это всегда было чуждо, и я вот сейчас узнаю, что, оказывается, есть РПшники, которые классно одеваются, и которые там могут подавать сумаков. Я, кстати, у меня следующий вопрос по этому поводу будет мне интересно. Ой, не знаю, не знаю, какой, какой. А вообще, я добрый, ты знаешь? Да я знаю, я-то знаю. Какой персонаж тебе, ну вот, так вот, эльфы, гномы, горки? Вот по гномам у нас, наверное, Зиг все-таки больше, а мне, наверное, больше нравится эльфы, а я вообще начинал играть. Я попал тоже, на котором очень многие люди занимались ролеплеем, причем так, тоже довольно серьезно. Не знаю, наверное, я все время проиграл саппортом, поэтому такой чар поддержки, не сильно воинственный, наверное. Саппорт — это призвание души, прямо саппортом, настолько человек должен быть душевно привязан, конечно, к персонажу поддержки. Хорошо, у нас, по-моему, сейчас опять техническая заминочка. Наверное, через секундочку снова выйдем эфир. Да, две секунды буквально послушаем музыку, какую-нибудь музычку, да, перезапустим конференцию. Сейчас Миша плюсик ставит. А мы снова в эфире, и мы перезапустили нашу конференцию, что-то у нас сегодня час от часу, не легче просто. Странно, что сегодня не пятница тринадцатая, да? Странно, что сегодня не пятница тринадцатая. А я хотела, вот, я же в самом начале эфира сказала... Ты мне не было просить. А, ладно. Да мне просто было очень интересно по поводу вот именно как можно обыграть гринд, потому что есть, оказывается, рпшники-задроты. То есть, грубо говоря, он сегодня пришел в арку и перерезал 10 тысяч баранов. Ну, в какие ворота это вообще какие ворота? Как это обыграть? Почему он это сделал? Ну, во-первых, существуют разные типы рпшников. Для некоторых объяснение такого совершенно не требуется, поскольку нужно охотиться, нужно там набирать уровни и так далее. То есть, это совершенно нормально, это вписывается в саму структуру мира лайн-эйдж, ничего там особенного нет. Но есть действительно рпшники, которым нужно какое-то действительно объяснение, как вот, я не знаю, безумцы, там еще что-нибудь, там колонисты и так далее. И тогда они выбирают, например, охотники, например, то есть, они начинают охотиться на монстров, они начинают как-то, кто больше перережет монстров, например, или кто там больше, кто быстрее убивая монстров наберет определенный уровень. То есть, некий такой соревновательный элемент в этом присутствует. Вот, ну, я вот лично вот такие, во всяком случае, объяснения встречал. Опять же, для себя я таких, объяснений не искал, и более того, никогда, ну, вот в тех кланах, в которых я был, не ставал ни разу вопрос о том, чтобы как-то обыгрывать гринд. Смысла в этом особого нет, мы пошли, там, начали набивать уровни, ничего там особенного нет, мы начали развиваться. В этом мире можно развиваться только так, в лайн-эйджи, поэтому это и есть элемент развития, вот. Какие ты удовлетворил? Ну, практически, я хотел в этот же вопрос еще включить, а бывают, там, помимо гринда, бывают еще и ПВП, да, там массовые, ну, про локальные мы какие-то уже спрашивали, когда приходят на спот, а вот именно массовые сражения между РПшниками в игре как-то обыгрываются, бывают, там, баталии большие. Ну, во-первых, то есть, насколько массовые? 40 на 40, там, 50 на 50, такие? Я думаю, что 40 на 40 и больше, это уже масса. Ну, вот смотрите, то есть, чаще всего, на самом деле, ролевые кланы, они не очень большие, поэтому там 100 человек я лично вот никогда не видел, ну, лично я не видел, то есть, они есть, они были, вот, например, на Васпере, насколько я знаю, был очень мощный ролевой клан, который там самостоятельно замки защищал, как-то там, еще что-то делал, вот, при помощи Альянса, может быть, или там сам вообще действительно, но, большой, большой бой, да не надо ему никак обыгрываться, если, вы понимаете, то есть, существует такое нормальное состояние клана в Lineage, как война, вот война обыгрывается, да, действительно, есть, допустим, силы света, силы тьмы, они должны воевать, но само их вот боестолкновение, ну, это один из, элементов этой войны, он подлежит какому-то дополнительному регулированию, это и так интересно, пришли люди, начали воевать, прилетели еще люди, начали еще воевать, борьба, 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 все засняли все это, вывесили ролики на Ютьюбе, и кто-нибудь написал по этому поводу историю, все довольны. Понятно. Ну, в общем-то, я знаю, что хотела добавить, я вот на днях тоже, пока мы готовились к передаче, решила, просто можно, так сказать, симпровизировать, и вот это РП, немножечко, как мы говорим, РП в реале, да, не ММО, вот, я выбрала себе, так скажем, жертву, в метро это было, подошла просто, ну, в общем, выбрала парня, увидела, мне почему-то показалось, что он похож на орка, в общем, я решила, что он орк, а я, так как я большую часть проиграла за БД, я решила, что я БД, я целенаправленно стала идти к этому мальчику, который увидел меня, улыбнулся, конечно, думал, ну, мало ли, что девушка-то идет, я к нему, значит, подхожу и спрашиваю у него, бафнешь? Вы бы видели меня, его выражение лица просто, парень не понял, что я спросила, он спросил, что? Я говорю, бафнешь, а я тебе станцую, ребята, это просто нереально. И сама то удовольствие получила от этого? Конечно, я просто понимала, знаешь, как он на меня смотрит при этом, и он мне потом сказал, ну, в общем, там минуты примерно, вот это все, его тупизм был, да, и он спросил, говорит, я, конечно, понимаю, это когда я подхожу с вопросом этим, но когда ко мне девушка подходит и просит ее бафнуть, говорит, конечно, бафну. Да, но в общем, да, мне жутко понравилось, мне кажется, ну, вот такой я, в общем, Вот ты не получила этот драйв и адреналин рфшный, вот ты на себе. но это вот было в реале, да, я решила поэкспериментировать, мне кажется, эксперимент удался. Ну, парень молодец, он не растерялся, конечно, все это принял, так, с юмором, а другой бы, наверное, мог бы и вдвинуть, если что. Что за баф спрашивает? Вот так вот. Хорошо. Я так понял, что в итоге он тебя так и не бафнул, да? Кирилл, нет, конечно, мы разошлись по-хорошему, все хорошо было. Хорошо, но мне тогда следующий вопрос к нашим сегодняшним гостям. Ребят, почему именно Lineage? Ведь, наверное, каких-то других ММО может быть интереснее и проще отыгрывать, может быть, это должны быть РВР-игры, где там раса против раса, нет? Но, смотрите, Lineage игра, которая идеально заточена под какую-то свободу действий, то есть в Lineage может орк воевать с орком, человек воевать там против человека, там и так далее, и так далее, и так далее. Вот в World of Warcraft это сделать достаточно сложно и как-то, ну, вот мне лично, как человеку, любящему именно боевое РП, то есть человеку, который любит именно воевать, а все потом остальное делать вокруг, мне там, я играл несколько месяцев в World of Warcraft, мне там было неинтересно. Интересно в EVE Online, но там, скажем так, ролл-плейщиков, лично я, вот лично я конкретно, я не встретил, хотя говорят, что они там есть. И походу получается, что Lineage, и вообще платформа игры Lineage, она идеально подходит, но на данный момент, мне так кажется, поскольку я вот иных примеров не видел, идеально подходит для вот этого ролл-плея-ни-я. А на будущее нету таких, ну, примерок, вот эта игра, которая может быть подойдет? Есть, есть, разумеется, мы, например, хотели перейти, ну, то есть, вот я как раз заканчивал играть в Свардберге, и вот заканчивал играть с Арториусом, в том числе из-за того, что выходила Тера. Казалось, что, ну, то есть, Тера была очень многообещающей, казалось, что там будет интересно, что там будет здорово, что это как раз то самое место, которое может заменить поднадоевший, откровенно поднадоевший уже всем Lineage, то есть, мы уже, ну, вот лично я буду говорить за себя, я лично уже не люблю Lineage, мне он не нравится совершенно, я там был из-за людей, вот. Но Тера не оправдала своих надежд, нам не понравился мир, она какая-то, ну, не понравилась, и все. Айон тоже не понравился из-за этого вот РВР, теперь надежда вся на этот, на охренеич, который Архейдж. Архейней? Да. Это же не значит, что, это же не значит, что, ой, есть, ну, ты темный, это же не значит, что в этих играх нет РПшников, наверняка они там тоже есть, да? Там они наверняка есть, но, понимаете, вот за все мое время, пока я вот играл, очень важно, чтобы РПшников было много, тогда это действительно интересно. Если ролевой клан один, два, если игроков там 20-30 человек, это неинтересно становится. Один клан начинает доминировать очень сильно, и все остальные в неспособности справиться с этим кланом, они как-то рассасываются либо по нералевым кланам, либо просто уходят на другой сервер, я не знаю, там еще как-нибудь. Это точно такая же ситуация, когда вот односайдовые серверы возникают, по-моему, вот Эстус был односайдовым, там еще кто-то, ну, то есть вы понимаете, да, что если возникает одна сильная сила, то всем интересно становится играть сразу, и они все разбегаются. Вот, тут то же самое. Ну да, таких серверов, к сожалению, большинство. Ладно, давайте перейдем от прошлого к настоящему. Что вообще на сегодняшний день, как-то движение продолжает развиваться? Да, движение, конечно, продолжает развиваться, появляются новые люди, появляются старые люди, которые давным-давно забили на игру, забили на РП и там занимались своей личной жизнью. Движение сейчас, на данный момент, оно переживает некую стадию консолидации людей. То есть произошло, в 2009 году произошло то, что, собственно, вот самое плохое для РПшников. Все разбежались по разным серверам, поэтому на каждом сервере осталось там, ну, 15 человек, вот что-то вот такое. Они потеряли внешнего врага, что является достаточно важным для ролевого клана, и поэтому начали постепенно затухать, затихать и разваливаться. А сейчас, вот буквально недавно, встречалось достаточно большое количество людей с разных серверов для того, чтобы каким-то образом попытаться возродить ролевое движение именно в Lineage и договориться о том, чтобы как-то либо перейти на определенный сервер, либо как-то, я не знаю, ну, определенный сервер РОФ, либо уйти на какой-то вообще фри-шарт и там начать все сначала всем. Вот. Вот буквально недавно была такая конференция, мы пришли к определенным выводам, вот конкретно мы определились, что мы выберем конкретный сервер РОФа и все туда перейдем. Вот так вот. Это должно быть интересно. Ну, собственно, хотел спросить, занимаетесь ли вы этим сейчас? Ну, так, понимаешь, занимаетесь, да? Лично я этим занимаюсь, поскольку мне всегда очень интересны ролевики, мне всегда интересно, вернее, я вспоминаю, что мне было интересно играть и мне всегда, я всегда чувствителен каким-то новостям вот из этой вот среды, от своих знакомых, все это мне всегда интересно. Я вспоминаю опять, как мы там, не знаю, воевали, шпионили там, бурлили в этих драмах там и так далее, и так далее. И поэтому хочется, конечно, как-то возродить все это для того, чтобы появлялись новые люди, которым интересно и в том числе и для себя, конечно же, чтобы мне было интересно играть. Потому что поиграть хочется. Ну, понятно. Хорошо. Ну, смотри, есть у нас РП в игре, можно ли от него как-то отделить РП на форуме, которая происходит, да? Там же тоже какие-то отыгрыши есть. О, да, еще какие? Или это все единое целое? Вообще, чем на форуме люди занимаются? Чего пишут? Ну, вообще, хотелось бы переадресовать этот вопрос к ранее, и я сейчас объясню, почему. То есть, Клесине, я объясню, почему. Поскольку я не очень люблю, на самом деле, форумное вот это вот РП. То есть, да, это все, конечно, для кого-то интересно, но лично для меня, мне кажется, что это какая-то, ну, как-то странно, короче, я по-другому хочу использовать там, не знаю, свои умения для того, чтобы что-то писать, например. Вот, я как-то хочу это по-другому использовать. А вот Клесине, она это все создавала, она там в этом варится, и вот пусть она и рассказывает. Давай. Клесине, мы тебя свалили. Давай. По поводу, значит, форума. Ну, вообще, понятие форумных РПГшек, то есть, оно, ну, в мире, то есть, присутствует, существует, но у всех есть один минус, что действительно посещаемость там не очень высокая, как бы там, я вот анализировала ситуацию РПГшек, значит, различных, по разным тематикам, и, ну, ситуация там не очень такая, значит, активная, вот, ну, скорее всего еще потому, что вот писать от лица персонажа, ну, то есть, зачем человек пишет, вот есть там таверна, да, они пишут, играют в РПГшку, это там можно позволить себе, ну, играть, отыгрывать персонажа так, как это невозможно сделать в игрушке, то есть, персонаж может как-то, там, каких-то говорить о своих чувствах больше, там, может быть, как-то раскрыть себя больше, он, в конце концов, может спать, есть, влюбляться, там, ну, и как-то все это, в общем, дополнительно, такие, кружева, в общем, к игре, вот, и, естественно, нужно какой-то опыт или какие-то, ну, я не знаю, назвать на талант, наверное, может быть, через чер, но, какие-то навыки, именно эпистолярные, что ли, ну, то есть, хотя бы, там, без ошибок писать, и хотя бы связанно писать посты, плюс ко всему еще надо учитывать, вот это очень важно, то есть, нужно учитывать партнера, когда ты играешь, то есть, каждый пост, это как цеплялочка, ну, то есть, нужно обязательно, вот, этот каждый пост, ты должен цеплять на действие, то есть, чтобы ты там написал пост, к примеру, да, и там твой партнер пошел и задумался, что же ему поступить, как ему делать, то есть, следующая, то есть, сама суть в РПГшке, это такая провокация, то есть, постоянная такая вот текстовая провокация, играю, только тогда она может быть интересна, она может быть интересна во взаимодействии. Что касается, значит, нашей форумной таверны, значит, она живет, существует, и с разными, там, так сказать, периодами, были периоды, когда было очень много народу и активно приходили, играли, писали, был период, когда, ну, там, два-три человека, но, тем не менее, даже, когда два-три человека, это живой организм, то есть, там происходит история какая-то, эта история, там, она, вот эта история, она может быть единая какая-то, да, и стремится к консолидации, какая-то большая, красивая история, и в которой там много мелких, либо это могут быть парные какие-то истории, которые завершились, рассказались, и там человек ушел, ну, то есть, это вот как раз, я даже не знаю, возможно, это как раз то, когда человек хочет помимо игры, да, то есть еще выразить себя, то есть, как-то проявить свой персонаж дополнительно, то есть, подать ему какую-то дополнительную краску, развить его в какой-то дополнительном, в каком-то дополнительном ключе, ну, это бывает, когда это хорошо написано, когда это идет игра, действительно цепляется поздно с другой, тогда это интересно, когда это превращается в писание, там, долгое, там, большие посты, то есть, это становится не очень интересно, но, тем не менее, она, таверна, жива, вот, с РПГшной таверной на форуме, я ее поддерживаю, именно потому, что она, ну, дает какую-то основу, да, и вот, потому что вокруг нее, как бы, все вот, началось, в общем, вообще раздел, вокруг нее сформировался, то есть, она часто мне там спрашивают, не хочешь ли ее закрыть, там, не хочешь ли ее, там, тренировать, пока я не готова, там, что-то с ней сделать, в общем, пока она сейчас, даже в том режиме, как он у нас существует, будет какая-то еще идея, у тебя готова там рассмотреть, с удовольствием, какие-то там, если у кого-то идеи будут, развитие как-то, по усовершенствованию, это, конечно, здорово, плюс ко всему, там еще такая ситуация, значит, если форумная ФРПГшка, там где-то, ну, там обязательно мастер игры присутствует, и он координирует, все считалось, что здесь, в чем уникальность этой таверны, здесь нет мастера игры, там отчасти, как-то я выполняю там, ну, небольшие там, кураторские пункты, отчасти там есть персонаж, который внутри этой таверны, персонаж, который может подволить себе там, ну, там, функции мастера игры, что мастер игры делает, то есть он говорит о том, там, о поражениях каких-то во время боев, какие-то кубики, значит, ну, какие-то шаги, диктует, диктует действия, по сути, диктует правила, диктует действия, здесь начальна таверна была сференована, как сообщество свободных, так сказать, людей, и все принимается внутри голосованием, то есть и моменты какие-то обозначены правила, все, правила придерживаешься, а дальше какие-то спорные моменты, они голосования, потому что рпшники такие вот люди, я их очень люблю бесконечно, они удивительные, талантливые, но при этом при всем они очень не гидкие, что ли, вот так, не очень любят им правила, не очень любят подчиняться, ну, именно потому что они люди творческие, в этом смысле, это, конечно, ну, такая, ну, расположенность, да, а у меня вот такой вопрос у тебя будет, я, может быть, злые, бешеные, какие-то там силы непонятные, ты повтори вопрос еще раз, потому что мы тебя не слышали, что ж такое-то сегодня, я говорю, в игре, в принципе, все понятно, да, кто-то левый пришел, убил, там, запакашивал, запвпшивал, ну, там, злой какой-то человек, нехороший, редиска, в общем, понятно, отыграли все это дело, но форум-то тоже не закрытый, да, если приходит какой-нибудь человек и пишет, о, я вот в блестящих доспехах весь такой сверкаю, всех вас убил, что в этом случае делать? В РПД есть правила, изначально, там, прежде чем человек приходит в пышную паверну, его отправляют знакомиться с правилами, в этих правилах все предусмотрено, я сейчас не буду, что это рассказывать, не очень подробно, и эти правила были приняты всем сообществам на голосовании, время от времени они там обновляются, добавляются, но они существуют, и эти правила не позволяют так приходить такому упер-упер-персоналу. То есть ты имеешь в виду правила какие? форумные или правила РПшные? Форумные игры, мы же сейчас говорим о ФРТшке форумной. То есть мы сейчас с вами не говорим об обычных темах, где там РПшники просто обсуждают, какие-то моменты свои, какие-то там делятся новостями, мы сейчас говорим именно об игре о ФРПДшке. У нее есть четкие очень правила, принятые сообществом, единогласно, время от времени они там меняются, добавляются, они гибкие, и эти правила не позволяют появляться таким умным персонажем, с которым невозможно играть. Вот так. Хорошо, ребята, у нас тут остается 10 минут, давайте мы сейчас по-быстрому, вопросы еще есть, поэтому хотелось бы вот чего спросить, знаете ли вы чего-нибудь о зарубежном РП, то есть может быть в Европе там что-то отыгрывает, может быть вы в курсе, потому что у тех людей менталитет совсем другой, нежели у нас, да, как-то у них это отличается, или вы не в курсе? Вот лично я, честно говоря, не буду умничать, не знаю, что там происходит за бугром, действительно, есть какие-то косплейщики там, есть какие-то люди, которые вот все наряжаются, куда-то бегают, но ничего более подробного. Понятно, а сами вы в косплее когда-нибудь, именно вот как раз когда переодеваются, куда-то бегают, участвовали когда-нибудь? Мне тоже интересен был этот вопрос, вот неужели вам не интересно вот отыгрывать это все в интернете, точнее, отыгрывая в интернете, пойти, вот сделать это вот в жизни, даже с теми людьми, которые с вами в клане играют? Ну, вы понимаете, здесь опять-таки нужна какая-то увлеченность, причем маниакальная увлеченность вот этим всем, то есть нужно отличать все-таки рпшников от тех людей, которые маниакально увлечены какой-то там историей, то есть часть рпшников, им вполне достаточно того, что они видят в лайнейджи и слава богу, то есть они закрывают клиента и все, и дальше обычные люди ходят. Действительно, есть те люди, которые там выходят в поле, чисто поле и начинают там махаться на каких-то мячах, но вот конкретно я этим никогда не занимался, хотя видел действительно девушек одетых вот так вот, там какие-нибудь эльфийки, мне действительно это очень нравится, но когда парень начинает красить лицо зеленкой и одевать там какие-нибудь доспехи, это для меня достаточно странно. не знаю, мне кажется, я извиняюсь, конечно, что переливаю, но мне кажется, это вообще отдельная история, отдельное направление, вот что косплея, о котором вы говорите, да, я сейчас надеюсь, направление, там, японский фестиваль современной культуры, там, я занимаюсь, там вот огромное количество косплееров, ребят, которые шьют специально, там, покупают парики, там, именно персонажи, аниме, или игр в том числе, и они этим увлечены очень, они, целый, целый мир, очень интересный, красивый, значит, но, ну, это вообще отдельное, то есть, либо это надо погружаться, действительно, тогда играть, еще косплеить, еще там, ездить там на косплее, фестивале, и потом еще бои какие-то устраивать, то есть, у каждого, у каждого направления существует своя там ниша, да, кому-то нравится это, кому-то нравится это, это как в игре, да, если вам нравится зарабатывать деньги, вы зарабатываете деньги, то есть, по сути, если вам нравится воевать, вы воюете, если вам нравится там общаться, вы там коммуницируете, ну, то есть, по сути, закрываются все, ну, потребности, то же самое с увлечением, то есть, это же увлечение, люди увлекаются этим, люди увлекаются этим, слава богу, что мы им интересны. Ну, я поняла тебя, но я имею в виду не то, чтобы отдельно косплей, да, а вот просто, например, люди, когда общаются в клане, происходит в обычных кланах, даже не рпшных, да, они иногда пересекаются в жизни, в реалии. Ну, там они сидят, там, выпивают, наверное. Конечно, после игры, после всяких эльфов, там, и прочее, прочее, вот мы встречаемся, конечно, я была рада, вот мы с Кириллом встречались, мы просто гуляли, общались, ели шашлыки и, значит, там, отдыхали на речке. И это было, да, потому что мы как бы в реальной жизни, мы реальные интересные люди, и очень. То есть вы друг друга в реалии не бафали, не танцевали, да, и так далее. Нет, 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 нет. Все, как у остальных, пили пиво, ели шашлыки и гуляли по ночным городам. Все точно так. Если это можно назвать бафаньем, конечно, можно же это назвать. Ну, можно всякое назвать бафаньем, конечно, но я имела в виду, может быть. Опыт, у тебя уже опыт есть в этом смысле, да? В следующий раз я предложу что-нибудь, я предложу спеть. Давай я тебе спою или станцую, да? Ты главное, ты главное не говоришь, что у тебя мечи там за спиной, то знаешь, что... А их будет видно, я думаю, себе картонные какие-нибудь туда прицеплю, и, знаешь, как ниндзя такая, выйду или с ножичком, не знаю, подойду к с ножичком, к чуваку и скажу, ну, подожди, у нас же СВС тоже с ножичком могут по идее ходить, да? Так подойду с ножичком и скажу, давай я тебе спою. Я посмотрю на реакцию людей. Будешь слушать, как я пою? Будешь? Буду. Будешь, будешь. Ну, то есть на встречах мы самые обычные люди, мы интересуемся именно людьми на встречах, то есть не их ролями в игре, а именно кто они на самом деле. Вот это очень всегда интересно. Хорошо. Ребят, давайте по-быстренькому еще там пара вопросов у нас тут буквально. Интересно, как вы думаете, что бы администрация, то бишь ИНОВА, да, могла бы предпринять для того, чтобы сделать вашу жизнь еще лучше в плане РП, естественно? Открыть РП-сервер, разумеется. А ты думаешь, он заполнится? Вот это как раз и сообщают из ИНОВА. Как раз они это и говорят. Типа у вас, то есть предъявите нам, пожалуйста, доказательства, сколько у вас будет человек на этом сервере. То есть заинтересованность прибылью их, конечно, понятна, но так как вы поставили вопрос, что бы они могли предпринять, они могли бы предпринять вот это вот. Был бы очень, конечно, здорово. Да, еще неплохо было бы, допустим, вот если можно было бы какие-то как-то взаимодействовать с ГМами, да, но почему фришарды интересны, да, в том числе? Потому что ГМы участвуют в ивентах, и с ними можно взаимодействовать и делать очень интересные вещи. Здесь вот это решение произошло, в том числе и свадебный там ивент, но больше... Ну, какие-то ивенты игровые проводятся, да, но вот разработать интересный РП-евент с взаимодействием с ГМ, чтобы использовать игровые какие-то моменты, это было бы, конечно, здорово просто. Я думаю, что в этом не только бы РП-шники получатся. Я на тебя секундочку перебью, я просто объясню, что такое РП-евент, то есть это, по сути сказать, игроки, или там в данном случае администрации, сами для себя придумывают какой-то квест, который отсутствует в игре, и по нему идут. То есть вот... Ну, у него существует легенда, какая-то обязательная история, в общем, он интересный всегда. Ну, то есть он не игровой, конечно, квест, а в нем есть такая составляющая сказочная, или там какая-то синтезийная, или наоборот, там, как коварная, да, там, интрижная, так сказать, военная. Понятно. Ну, хорошо, и вот последний такой вопрос. Допустим, я хочу, просто вот очень хочу, или Олесе, вот мы с Олесей вместе хотим стать РП-шниками. Чего нам делать, куда бежать, с кем общаться, куда, как, как вступить в ваши кланы? На форуме, на форуме есть раздел, в котором есть перечислены все ролевые кланы. Значит, можете просто зайти, выбрать там описание ролевых кланов, где они находятся, найти, прочитать, во-первых, там огромное количество, выложил наш мэтр Брахм, тоже он выложил в рамках, прямо столько информации, литературы для новичков, и прям такой ценный. Конечно, это все нужно прочесть, чтобы понять, с чем ты собираешься столкнуться, выбрать себе сервер, выбрать себе клан, пойти и попробовать. Все просто. Пойди и попробуй, все просто. Я, например, я, например, думаю, что я в АПБшечке какую-нибудь роль себе придумаю, придумаю роли своим ребятам, и мы будем чего-нибудь отыгрывать. Блин, Миша, это действительно интересно, время от времени стоит этим заниматься, это интересно. Ну да, я согласна. Вот честно сказать, вот без лишней скромности, вот вы меня заинтересовали этим. Я раньше, мне было не то, что я даже не интересовалась, потому что как-то вот было не мое скорее. А сейчас я когда тонкости какие-то узнала, я решила, блин, мне кажется, это как раз таки мое, может быть, я этим и занимаюсь. Но ты знаешь, на самом деле, более-менее клан с приличной историей, легендой, или с какой-то, значит, философией внутренней, это уже можно говорить, что он все равно как-то участвует в РП-процессе, да, и те же там кланы, которые там, боевые кланы, которые строят там свою какую-то идеологию, выстраивают там на лидере, там на каких-то вещах, это уже РП можно назвать в том числе. Вот мне кажется, я его отыгрываю. Да, ты уже играл, ты уже примеряешь. Да, и можно даже это РП приписать к тем же соцсетям, все равно мы в соцсети какие-нибудь РПшники, мне кажется. Вот, то есть это близко каждому. Вот, я поняла. Близко каждому, кто хочет, так или иначе, поиграть в каком-то, в какой-то роли, кто когда-то мечтал поиграть в театре, например, там, я не знаю, отыграть Обломова. Вот это вот то же самое. А насчет попробовать РП, я еще верну тут последнее слово. Вот я рассказывал про конференцию активистов РП-движения, скажем так, вот в ближайшее время мы начнем еще один небольшой проектик на одном из серверов РУОФа, можете подождать немножко, после 9 мая у нас будет коммунике, вот и вы все услышите и увидите, где мы начинаем и что мы делаем. Вот и все. Отлично. Ну что, будем ждать тогда. Ребят, большое спасибо, что пришли к нам. Вот, к сожалению, время у нас заканчивается. Очень интересно было вас послушать. Спасибо, что уделили время. Спасибо, что открыли нам глаза. Особенно Яна в свой собственный день рождения. Еще раз тебя поздравляем. Присоединяемся. Поздравляем и до свидания. Спасибо, ребята. Пока-пока. Пока-пока. До свидания. Мы извиняемся, что, к сожалению, сегодня вот так вот у нас получилось с интернетом у нашего бродкастера Зика. Будем исправлять, будем пытаться что-то сделать. Вот. Также еще Олесь. Олесь, ты еще тут? Да, конечно. Также еще хотел сказать, что долгое время у нас в группе было написано, что мы готовим новый проект и скоро, я думаю, радиослушатель увидит нас в новом качестве совершенно. Правильно? Да, конечно. Вот, готовим, готовим. Уже почти все приготовлено. Потом все узнаете. Да. И, 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 что, что еще сказать? А, пострелушку на вечер сейчас в нашем видеостриме Дегма, стриме Тризен 2. Переходите все в видеострим, слушайте Гринд.фм. Ну и всем пока-пока. Пока-пока.